Выглядишь ты бодрячком сейчас. Сколько тебе времени потребует, чтобы прийти в себя, потому что то, что было сделано в той игре, 5 овертайма, 124 сейва, об этом еще поговорим, но это же невероятная физическая нагрузка? Ну конечно было немного тяжеловато, на самом деле играли уже на втором дыхании все, играли до победы, поэтому в принципе эмоции скомканные получились после матча у всех, хотели конечно выиграть, но в любом случае выдали очень хорошую игру, интересную, конечно без голов, но боевую такую, поэтому, наверное, больше осмысливал то, что получилось рекорд поставить, чем физически, физически быстро остановился. Сколько ты потерял килограмм, ты пытался прикинуть, взвешивал можно себе? Блин, ну примерно полтора-два. А, немного. Ну да. Бывает там люди по 5-6 составляют. Да не, нормально. Что было самое сложное в этих 160 минутах матча, 159? Да не знаю, морально было в принципе нормально, физически тяжеловато, уже все затекло, ноги болели, единственное, что так неприятно было. Массаж помогал какой-то, что-то успевали сделать. Как именно ты приходишь с очередного периода, с очередного дополнительного времени в раздевалку, что там? Кто-то Зубов рассказывал, у него был такой момент, он ел бананы, да, там, вот именно. Ну, конечно, мы перекусили там, что у нас было, у нас приносили персонал еду, приносили попить нам тоже сладенькую водичку, но массажа, честно, я не успевал делать. Хотелось бы, но не успевал. Короткий, пока форму сниму, пока одену. Честно, уже даже было лень и сил не было, одеваться обратно бы. Кто-то из вертарей говорит, я люблю, когда, по-моему, ворота много бросают, я остаюсь в тонусе. Что ты скажешь таким вратарям сейчас, когда ты сделал 124 сейв? Да, что я скажу, я на самом деле абсолютно такой же вратарь, учитывая мою карьеру и по школе, и в Ступино. У меня, в принципе, все игры такие были. Было много бросков, было в тонусе. Ты это любишь? Да, да, мне гораздо проще так играть. Как бы физически к этому привыкаешь и морально потом тоже. Такие игры интересно играть. Это интереснее, чем стоишь, и озерцы к тебе приезжают. Ты в игре, ты в тонусе. Ну, ты играешь, а не стоишь, просто наблюдаешь. Поэтому это интересно. За неделю до этого ты сделал в одном из матчей 80 сейв, 82? 80. И, во-первых, такой вопрос, как вот за неделю в двух матчах сделать 204 сейва? За неделю. Это же, как это? Да, ну... Вот ты понимаешь эту цифру? То есть, когда человек делает три сейва всегда, ты его классный вратарь сыграл. Вот ты как профессионально оцени эту цифру. Ну, здорово, что предоставилась возможность сыграть, как бы отбивать и рекорд поставить. Это здорово, что есть такой шанс. Это огромный опыт, в любом случае. Огромный опыт. Не каждую игру так будет столько бросков. Ну, а они, тут тулики, они как бы... Что, почему так много бросали? Доминировали они было сильно командами? Ну, а КМ хорошая команда. В любом случае, мне кажется, чуть постарше она. Даже сто процентов постарше. Хорошее движение показывали. Хорошее движение было. Бросали отовсюду. Тоже много играла роль эта. Вот. Честно, думали, тяжело было, когда 8 сбросили. Ну, я про это и говорю, представляешь? Да, я думал, ну, блин, это много. И перед последней игрой пошутили с пацанами в раздевалке, что сегодня попробуем подставить. Ну, прям вот разочек закинули, но не разгоняли. Даже не думали, что примерно такое будет. Ты не говорил своим защитникам, ребята, ну, давайте поменьше все-таки бросков допускать. Нет, я просил, чтобы побыстрее забили просто. А, просто. Броски-то ладно, там уже забили бы и закончили поскорее. Кто тебя, чьё поздравление или смс-ка, чья тебя больше всего порадовала, зацепила после того, кто установил мировой рекорд по сейву? Кто тебе там написал что-то такое? Или не было особого какого-то шквала личных сообщений? Да нет, ну, был шквал. В любом случае, я всем благодарен, кто мне написал. Ну, кто именно? Знаешь, может, какой-нибудь особенный человек. Может, третий акт я тебе написал? Был кто-то? Роман Борисович мне написал, поздравил. Молочек, да? Ну, да. Похвалил, поздравил. Спросил, как самочувствие. И, на самом деле, правда, есть так говорить. Много кто написал. Много знакомых и друзей. Тренера тоже. Мои из предыдущих команд, с которыми тоже поддерживаю связь. Ну, много мне написало, правда, народа. И ты сразу же попал в плей-офф КХЛ вторым номером. Сейчас был в команде. Как тебе этот переход? Насколько дается из высшей, из Российской Лиги в КХЛ? Насколько он сложен профессионально? Ну, блин, все равно пока я не ощутил полностью этот переход. Я первый день сегодня сходил на раскатку, посидел как бы бэкапом. То есть прямо такого перехода полноценного тоже сказать сложно. Ну, здорово, на самом деле. В любом случае, сезон у меня не закончился. Меня позвали, дали возможность. Я очень рад, что я в тонусе, я в плей-оффе, до сих пор. С командой вместе. Это очень здорово. Вот когда ты играешь в КХЛ, в чем отличие? То есть более мастеровитые броски? Как вот что? В чем нюансы? Может быть, больше всего? В любом случае, самое главное, конечно, игра быстрее. Игра быстрее, да? Да, игра быстрее. Быстрее принятие решения. Броски сто процентов тоже, во-первых, сильнее. Во-вторых, люди тоже умеют бросать очень неудобно, когда ты даже можешь этого не ждать. Просто надо потренироваться, сыграть пару игр, и уже спокойно можно перейти. Скаут-ин-Хэлл, по-моему, у тебя вообще не замечали? Тебе растал кто-то? Нет. Вот я написал даже в Телеграме, как вы такого вратаря могли проспать, у них кто не вертовал. Вот сейчас они начали на тебя обращать больше внимания? Рост мой. А? Рост. Из-за роста, да? Да. Но там были, например, вратари типа Тим Томас, да, например? Не, ну понятно, сейчас тоже есть в Нэшли вратарь. Сарас, по-моему. Да, в Нэшли вратарь как бы, ну, это единицы, это в любом случае или канадцы, американцы, европейцы. Я не помню вот сейчас, кто из русских низкого роста играет в НХэл. У моего никого нет. Шестерки не низкие, да, ведь он? Не, но они в любом случае все выше 183, мне кажется. Да, 6-0, как у них считается. Но сейчас они в этом сезоне, я не говорю, потому что надо обязательно туда уезжать, но мне это, знаешь, такой показатель того, что игрок вот он растет, становится интересным в мире. А не сейчас-то хоть кто-то к тебе обращает внимание? Говорят, там что-то? Я не знаю, честно. Не выходили даже? Нет. А кто тебе из вратарей? Я сам особо как бы не интересуюсь. Кто тебе из вратарей больше нравится вот именно по стилю, может быть, в России, может быть, в мире? Ну, я так честно не могу сказать, правда. Нет таких ролевых моделей? Нет, я слежу за игрой многих вратарей, но так вот, чтобы именно что-то, ну, не вижу смысла прям углубляться, прям именно полностью копировать. Каждый играет. Ну, не копирует, но он говорит, он самый интересный, мне больше нравится по стилю. Ну, правда, не могу сказать. Сложно так выделить. Много очень хороших вратарей, и у каждого свои плюсы, как просто я именно вижу. И есть некоторые моменты, которые я не понимаю, как бы, как используют они, чтобы я это использовал на льду. Поэтому тяжело так одного человека выбрать. Последний вопрос, такой узкая, такая интересная бригада вратарей, интересные ребята, да, и Серебряков, да, и Матсон, и можно многих перечислять. Иванов может вернется из аренды, да, скоро. Вот как вообще у вас выстраивается взаимодействие, как вы друг друга поддерживаете, общаетесь, Серебряков, может быть, что-то подсказываем, лучше вратарь КХЛ. Как вот у вас все это выстраивается? Обогащает, как тебя обогащает? Ну, как, ну, в принципе, какие-то подсказы прям мало. У нас на это есть тренеры, тренеры, точнее, да, тренеры нам это все говорят, а между собой поддерживаем просто, где-то и пошутим, где-то и похвалим, ну, то есть у нас классные отношения между всеми вратарями, в принципе, в системе даже, и которые вышки, которые молодежь, мы все на связи, всегда там напишем друг другу, где-то там поздравим с победой, где-то наоборот, чтобы не переживали. Такая позволяет расти атмосфера, да? Да, у нас очень классная в этом плане атмосфера вратарская, то есть мы все на связи. Ну, я вот со всеми. Спасибо, удачи, молочек, ну, вообще, еще раз, ну, 124,7, ну, как вы, ну, просто, ну, как вы? Ну, ладно, ну, все уже, ну, здорово, здорово, все, поставили, надо еще раз побить. 138, да? Ну, будем пробовать, да. Спасибо. Тяжело даются, да, с победы-то? Ну, сколько сил остается, потому что мы же не видим этого? Ну, после победы всегда приятные ощущения, больше всего остается. Да. Больше всего остается после побед, поэтому все нормально, готовимся дальше. Как вам удается не уступать СКА практически во всех компонентах? Вы их перебрасываете, вы удивительные спецбригады сегодня показали, забили в большинстве и в меньшинстве? Работаем, работаем просто, смена за сменой, то есть друг друга подбатрируем, все в хорошем физическом состоянии, потренировались, отдохнули, вот, то есть, поэтому вот так все происходит. До плей-офф, до этой серии автомобилист проиграл СКА 7 из 8 последних очных матчей, и команда преобразилась. За счет чего? Тут делают психологии, для тактики? Ну, работали весь сезон, да, что-то получалось, что-то не получалось, потом приняли. Как надо действовать, то есть, с ребятами свои поговорили, и все, и начали уверенно, то есть, с Казани хорошо сыграли, нам придало это уверенность, и мы дальше так же двигались. Вдохновилась эта серия Кирова? Да, конечно, конечно. Опишите свой гол, как все было, потому что, действительно, он такой был ключевой в этом матче. Ну, просто неточная передача, я уже говорил, то есть, успели перехватить, и, то есть, там никого не было, защитники все провалились. Жалоб. Всегда старайся агрессивно действовать в меньшинстве? Конечно, надо всегда агрессивно играть, потому что, если будет штатическое положение, да, то тяжелее будет. По опыту прошлой серии, когда вы ведете в ней 2-0, 3-0, что самое важное в тот момент, когда вы 2-0 ведете и приезжаете домой к суду? Спокойно, так же, ни о чем не думать, не думать там о дальнейшем, а просто есть игра сегодня, и победить надо. А остальные все мысли надо отбрасывать, потому что это только полдела сделано. То, что день рождения был вчера у тренера, я видел, он торты купил, то есть команду поздравлял. Насколько у вас такая атмосфера душевная? Да, это хорошая атмосфера, да, все друг друга подбадривают и на скамейке, и везде, то есть, стараемся на позитиве всегда быть. Два последних вопроса такие, то, что, во-первых, считаете ли вы, что Евгений Аликин переигрывает оппонента в этой серии, и он ключевой игрок для вас, потому что автомобилиста раньше не хватало супернадежного вратаря, который есть у вас теперь? Ну, конечно, вратарь – это полкоманды, то есть, и он в нужные моменты ловит, и это еще больше вдохновляет нас, выручает, так что, надеюсь, в том же духе продолжит. И главная новость сегодня для мира спорта – ушел из жизни Василий Уткин, вот, мы все, конечно, ошарашены были перед матчем, может быть, вы выросли там на футбольном клубе, насколько для вас он большой человек? Ну, я, как бы, лично, конечно, не знаю, но… По телевизору смотрели? По телевизору, да, смотрели, конечно, жалко, что люди такие уходят, то есть, мы оскорбимы, и сегодня не только он, да, ушел… Ну, и, конечно, и кольцов тоже. Да, то есть, такие неприятные вещи, жалко, что, к сожалению, люди уходят из жизни. С победой Вас, спасибо. По-русски, по-английски как лучше? По-английски лучше. А, что думаете, о том, что это игра? С чего? О том, что это игра? О том, что это игра? О том, что это игра было хорошо, мы играли очень сложно, мы играли как команда, и я думаю, это, что делает отличие. Как вы думаете о специальных командах? Голи в повороте, шархедневый гол, как это было важно и как это было? Я думаю, что каждый гол – важный. Конечно, первый – очень важный. Это очень важный гол для нас, 4-5. И тогда мы были очень хорошими с победой, поэтому мы были очень хорошими. Мы были очень хорошими играми вместе. Как вы можете рассказать мне о ваших физических условиях? Потому что вы не играете в каждом игре в игре? Да, я не буду говорить о этом, я извиняюсь. Но сейчас я чувствую хорошо. Как это было важное субботство, потому что больше энтузиазм после суббота и команда. Это абсолютно другая суббота, чем в регулярной сезоне? Да, я вижу, мы очень хорошим другим. Мы играли вместе и играли как команда. Мы играли как команда и сейчас играли как команда в игре в игре. Мы сэкоррифим наш тело на команду. И я думаю, что это большая вещь. Вы играли сегодня без Сергея Широкова. Капитан был в Требюне, что он говорил перед матчей? Как это было важно, что его слова перед матчей? Он всегда был в матчей и пытался подпомнить людей. Он всегда пытался нас подчеркнуть. Это всегда хорошо, чтобы иметь всех на board. Два последних вопросов. Вы играли не первый год в КХЛ, вы знаете все команды очень хорошо. Как это секрет для Урал? Три команды из Урал играют очень хорошо 2-0 в серии. Это Металур, автомобилист и Трактор. Как это секрет для этого региона? Я не знаю, просто хорошие команды. Я не знаю, что сказать. Сейчас мы получили успехи, но я надеюсь, что это продолжается. И последняя вопрос о твоем голе. Евгений Аликин – это невероятный голей. И он, может быть, мальчик в Дрессинге. Как важный фактор для тебя, чтобы иметь такой большой голей? Ну, конечно. Потому что, я имею в виду, все делает ошибки. И когда мы делаем ошибки, он всегда здесь, чтобы нас спасать. И это очень хорошая вещь для нас. Спасибо, и хорошая удача. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok